Вы смотрите новости на Солнце ТВ, мы продолжаем. Выставка «Россия на Дальнем Востоке» в коллекциях Государственного исторического музея, посвященная освоению самых отдаленных регионов нашей страны, открылась в Музее Книги Чехова. Сейчас там можно увидеть драгоценные украшения коренных народов, боевые награды первопроходцев, загадочные карты неизведанных земель. Подробнее расскажет Никита Колесов. 185 предметов времен освоения Дальнего Востока могут увидеть сахалинцы и гости острова. Посетители узнают историю, которая охватывает несколько веков и касается нашей области. Всегда на региональных выставках интересно прикоснуться к истории своего региона. Это всегда вызывает живой интерес. Кроме того, сам подбор экспонатов, который находился в нашем совместной разработке, он впечатляющий, этот список экспонатов разнообразный. Можно найти и мемориальные вещи, и живопись, и драгоценные материалы, и оружие. Залы рассказывают о разных периодах времени. Первый начинает историю еще с походов Ермака. Тут же представлены мемориальные вещи, карты, дневники и другие ценности. Второй зал открывает период СССР. К этому времени начинает развиваться китобойный промысел. В экспозиции есть гарпун, линогравюры и другие объекты той эпохи. Экспонаты, они для нас, конечно, они всегда все историю рассказывают. Делятся они по ценности, ну, совсем разно. По материальной ценности, как, например, у нас есть шкатулка Фаберже здесь представлена. Это, конечно, очень дорогой экспонат. Есть экспонаты с точки зрения исторической, самые древние, например, предметы. Есть экспонаты с точки зрения насыщения экспозиции. Ну и есть то, что, наверное, близко или нравится каждому. Для выставки все пространство второго этажа отстроили заново. Оно фокусирует внимание зрителя и помогает ориентироваться в датах. Мы решили, что будет интересно об этом подумать в плане дихотомии между суровой природой Дальнего Востока, суровой, но прекрасной, завораживающей, но при этом признать величие человеческой мысли, упорства, которое прокладывало эту дорогу в эти дикие земли. Соответственно, это противоречие у нас выразилось в материалах отделки и в архитектурной группе, которую мы создали для двух залов. Побывать на выставке можно до 26 октября. В ближайшее время в рамках проекта стартует и образовательная программа. Ее также посвятят освоению Дальнего Востока. Все подробности в музее книги Чехова. Продолжение следует...